Пошел я в тренажерный зал, говорю уже в какой, все как есть, поэтому мне это все уже надоело как бы. Вот, пошел я в тренажерный зал XFIT, который находится в городе Росоши, там в торговом центре Якиманка. Вот, и пошел я разговаривать с самим хозяином, то есть с собственником, да, там Сергея Викторовича, фамилию я его не знаю, но скоро узнают. Меня не допустили, мне опять абонемент, чтобы я занимался в тренажерном зале, мне не продали. Мне теперь нужно предъявить, чтобы заниматься в тренажерном зале, какую-то справку о том, что я могу заниматься спортом, хотя такой справки нет ни у одного человека, который ходит и занимается в этом тренажерный зал. Потом мне было сказано о том, что мы ждем разрешения губернатора о том, что зал будет работать, да. Ждем разрешения губернатора, хотя разрешение губернатора вышло, все знают, да, 21 сентября вышло о том, что это вводится, как бы, корректировка, но закрыто ничего не будет. Все будет так же работать, соблюдая там всякий, как эти называются, всякого-то хренатень, там не больше 20 человек, проветривание помещений, протирание пыли и так далее, ну, подобное. Так ты понимаешь, даже дело в том, что вот под контролем тренера два тренера согласились со мной работать, все, они даже над этим настояли, со мной будет ходить человек, который будет мне помогать там что-то еще делать, вот. Ну, было сказано так о том, что два тренера, которые там работают, они не имеют права ко мне вообще подходить, они не имеют права со мной работать, у них нет разрешения, у них нет допуска, они, короче, не выучены, и ко мне подходить вообще нельзя и помогать тоже. Я был в шоке, ребят. Весь разговор, который у меня был с этим Сергеем Викторовичем, с хозяином этого фитнес-центра, я записал на диктофон, то есть я к этому отнесся ответственно. И, короче, абонемент мне опять не продали, ну, короче, просто я вам говорю, меня за человека не считают, я уже все, и так, и так, и так, и так, и так, вот мне рассказывают все. Он мне говорит о том, что абонемент мы вам сейчас не можем продать, а он говорит так, что я абонемент вам сейчас продать не могу. Я говорю, хорошо, давайте я пойду куплю абонемент, где здесь купить абонемент? он говорит вам его не продадут я говорю почему всем продают а мне нет в итоге так я вышел я поговорил с людьми абонементы продаются ребят все продается всех покупают я только его не могу купить потом ни у одного человека справки такой нет этот сергей викторович хозяин этого фитнес центра прислал мне смс-ку короче справка нужна 85 дробь 5-3 там короче просто они не хотят брать на ответственность на себя я как бы ждал четыре дня и 5 дней ждал о том чтобы как бы ну все обошлось аккуратно потихонечку да я ему говорю о том что дайте мне бумагу я напишу вам отказ по вашей ответственности то есть со мной что-то случится хотя со мной ничего не случится все было бы аккуратно все хорошо я говорю напишу вам такую бумагу все я вам деньги плачу снимаю с вас ответственность у вас еще зал он работает он уже работает но нарушает закон то есть они открыли закон на основаниях тех кто что не приспособлены к инвалидам понимаете